Ах да, Microsoft выпустил планшетник с Windows 8, который, как они сами предполагают, будет главным конкурентом iPad'у. Но мне как-то все равно, мне Asus'у больше нравится. Меня зовут Елена Рассохина, и я хочу поделиться с вами своими мыслями по поводу некоторых событий последней недели. Facebook выпустил апку, позволяющую видеть находящихся рядом юзеров. То есть, пользователь устанавливает себе апку и может видеть вокруг тех, кто тоже ее установил. Удобна она тем, что если ты решил познакомиться с компанией, будет намного проще задружить ребят на фейсбуке и не мучиться с вводом имени и все такое. Штуковина доступна через мобильник, и пока что она в стадии разработки. Со всеми своими достоинствами апка, скорее всего, больше наделает вреда. Предположим, если раньше сталкерам приходилось часами сидеть на дереве, подглядывая в спальню за своей жертвой, то теперь нужно будет всего лишь установить ап и вуаля, вся информация про человека перед глазами. Как именно она работает? А хрен ее знает! Можно пройти по ссылочке внизу и проверить, но я бы не хотела подвергать свой или чей-либо фейсбук такой опасности. То есть, задруживая людей, придется быть более бдительными, так как они будут иметь доступ к инфе на твоей странице. Кстати, о личной информации. Казахстан хочет снять отпечатки пальцев у своего населения. Про такой закон уже однажды говорили в начале века, но народ почему-то вознегодовал. Интересно, почему? Вот вы захотели бы, чтобы отпечатки ваших пальцев, и не только они, были в базе данных вашего правительства? С одной стороны, это не очень круто, так как это не прикольно, когда какие-то левые чуваки знают о тебе слишком многое. С другой, это имеет определенные плюсы. Например, преступления, которые не могли раньше раскрыть, будут раскрываться быстрее, преступность снизится и так далее и тому подобное. Проблема Казахстана в том, что порой стражам порядка доверяют меньше, чем бандитам. Мне кажется, надо начать с этого. А теперь о хорошем. Создатели Майнкрафта выпустят новую игру «Скролс». Это карточная стратегическая игра с развитой системой аукциона. Маджан сказали, что они поднимут этот жанр на новый уровень. «Имха» — сама игра выглядит как гибрид героев и «Magic the Gathering». «Скролс» выпустят в сыром виде и со скидкой, чтобы плеера росли вместе с игрой. Не думаю, что они надеются на такой же успех, как у самого Майнкрафта, так как это просто невозможно. Значит, они сделали игру для своего фана и фана своих фанов. Но я пока что еще в Майнкрафт не наигралась. И на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Подписывайтесь.